Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok давай я за свою билет сумму на мобильной камере я веду прямую трансляцию мне потребна еще одна мобильная трансляция сейчас чтобы у нас бачили ревну картинку вы же наши защитники они нападали на нас я хочу чтобы она жила в хорошей стране в правой стране а не таки как сейчас я не хочу чтобы мы были я буду я танцюю який звездок я таки є наши намагаюся зараз еще допомогти мы сейчас по працюмом мобильными камерами потому что на жаль нас лишилась тільки одна камера велика уже двое сдохло и мы не можем втрачать это может не будет центральной трансляции теки теки мобильными камерами если у кого есть возможность нам помогать с техникой допомогайте потому что если у нас будет хотя бы еще одна камера мы сможем быть в эпицентре подъем мы сможем параллельно подавать колька трансляций вы бачите на сайте спильно тв есть реквизиты если вы нам перерахуете достатньо коштей мы сможем очень оперативно купить камеру люди у нас есть оператор и есть коштей немае мы же громадское телебачье мы олігархи гроши не берем треба чтобы додавали это дать возможность нам быть независимым так мы читаем о коментарии ваши скажите что вы хотите запитать нам принесли нам принесли тут по берешнику обережны нам принесли сейчас подъемте 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 по на сайте Международной Федерации журналистов. Так. Мина, пошли другую сторону. Тут не спишь. Тут принялась кашка. Не пропустят. Мина, хорошо, помогу. Тебе каски нужны? Так, каски нужны. Реально нужны каски. В цій каску? Взять каску. Взять каску. Взять каску! Беріть, і я, народу! Беріть, і я, народу! Я коментую прямо в ефі. Беріть, і я, народу! Беріть, і я, народу! Достатньо багато людей. Багато людей просто заботилась подивитись. Батюшка, который не хочет допустить кровопролитие и никаких проблем, напевно. Журналисты ставлятся питанием. Журналисты ставлятся питанием. Слово вы защищаете, Бог! Мухами закрываете! Господа, вам не стыдно? Девчаток не прибираются, холюжи высокие, люди в холюжах стоять. Девчаток не прибираются, холюжи высокие, холюжи высокие, холюжи высокие, холюжи высокие. Милиция с народом! Девчаток не прибираются, холюжи высокие, холюжи высокие, холюжи высокие, холюжи высокие. Девчаток не прибираются, холюжи высокие. Достатнє багато преси, але ще більше людей, які просто знімають на власні мобільні телефони. Люди переконують милиціянців. Більше милиціянців просто потупило очі. Вони так само тиждень тримали без, оскільки нам відомо, в Васильковій непристосованих приміщеннях. Сьогодні вранці, вони пробили кордон автівок, які блокували їм виїзд, і приїхали автобуси так само з Васильково. Дякую за перегляд! Дякую за перегляд! Україна не Росія! Україна не Росія! Офіцери будуть відповідати, полковники, генералів вас. І ви будете відповідати перед Богом. Ми завтра все одно приїдемо, ви тут все життя не чутите. Сьогодні про Женеба виженка завтра приїдемо. Завтра виженка після завтра приїдемо. Завтра виженка після завтра приїдемо. Виктор Федорович називає себе бабко. Бабко повинен захищати своїх дітей, а не каліжити її вивати. Банду Рейд! 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 И армия тоже уже с народом. Шановне, много депутатов поехали на переговоры. И армия будет с народом. Армия, она народ. Я говорю... Я говорю... И мы вашим генералам... Нет, я вертаюся до всех, и до вас тоже. До вас я тоже вертаю, чтобы вы знали. Чтобы вы тоже не с народом будь. И вы все, что вы не с народом. Да я знаю, как можно перевернуть информацию. Правда сказана частково. Становится ложь. Поэтому посвященную информацию на протестую. Украина, ПОДСЕ! Украина, ПОДСЕ! Украина, ПОДСЕ! Украина, ПОДСЕ! Украина! 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 Украина Весь народ возвращается к Виктору Федоровича. Виктор Федоровича возвращается к Майдану. А мы не даем, чтобы не было детей. Мы не допустим, чтобы у наших детей были. Мы просим нашего президента Виктора Федоровича, зупнись, зупнись, не дай убить детей, не дай убивать людей. Ты наш батько, как ты себя называешь, не убивай своих детей. Канал Канал Канал. Канал Канал Канал. Министерство и аэробистики. Все. 112 канал звинувачиваю на объективности, но это вопрос уже до канала. Первый раз, это студенты. мирное собранье. Их убили, это криминальная справа. А сегодня порушенный второй закон Конституции. Мы ничего не сделали, ни одного не мое детей выпущено. Чи может кто-то кого-то любил, или коврошал. Но над нами, это же бандиты, которые просто убивают детей. Это же люди. Это же не люди. Из них никто не отвечает ни за счет. Но кто же может давать? Все сверху. У нас життя только сверху. Права монархи. Это же народ. Нас народ не вважает. Все снизу начинается в жизни, а у нас только сверху. Что мы должны сделать, чтобы стать как народ? Мы должны встать все миллионы. Это, знаете, когда есть сведомость, когда есть самоорганізация, основное, как сказала Моссов, это я, как в Москве, кричала, моя душа, это я, как в Москве, и все, как в Москве. Милиция с народом! Милиция с народом! Милиция с народом! И так, и так, и так. И сначала, и сначала, и теперь, и с них сейчас. Милиция с народом! Но еще не было кризиса. Спасибо. Когда приезжали люди из других стран, Европы, и когда они узнали, какую они заработную платную поддерживают, а в них не вкладывалось в голове. Они бы их видели зимою, вот тут на металле, видели зимою в этих червячках. Они мерзли. И так 1800, но этим платят, может, больше. Так это что? Это жизнь в них? Как же у них жизнь? Куда же они люди? Люди тогда, когда ты правильно працешь и когда ты зарабатываешь правильно. И есть законы. Вот тогда. А у нас этого ничего нет. У них точно такой. Они в такомном ухране. Здесь они в них в защите. Знаешь, что у них есть в Ухране. Покажем, ты меняйте. Покажем, ты меняйте. Покажем. Покажем. Все его убежали. А если я тебя раз говорю, ты читай, я не знаю, что это не может. Домбей лепаттай. Мы понимаем, что они могут быть. Ну хіба ж нормальні люди можуть бити Ви ж бачили всі по кадрам Як лежала людина І кожний в міліцейській одежі бить І кожний бить одну і ту ж людину Тому я написала, що тільки бандити це можуть робити Бандити Бити одну людину, де з десятих пробігали і дубинками били Це що? Одну і ту ж людину І коли ми бачили по телебаченню з проваленою головою Навіть польського журналіста Це що, не бандити? Скажіть мені, як це слово по-іншому треба написати? Та це ж тільки бандит може це робити, а не людина І не знайдені діти, де ти діти Приховані до батареї наручником дитина За що? Що вона вийшла? Що вона порушила? За те, що вона воює за свою Україну Та вона ж за них навіть стоїть За них та дитина вийшла І вони катували цих дітей Та ні в одній країні цього немає Там медлість і броня Вони виходять, вони вимагають У мій погляд, це найкраще, що зараз можна зробити Зрозуміляти з міліцією Пояснити ту позицію, яку вони зараз займають Так чи інакше це українці Це люди, які виконують цю роботу І вони мають зрозуміти, що в якийсь момент Вон може не викинути наказ, він може не бити людину Вон може бути терпимою до людини І це найкраще, що зараз може зробити жінки тут Це перший кордон, який стоїть по вулиці Хрещатик Саме на цьому кордоні медліція вже отечила Майдан Далі є декілько кордонів В середині для життя Більшість людей сконцентрована коже сцени Маказ був такий Якщо буде зрозуміло, з якого боку починається атака Тоді від сцени люди підуть саме на це місце Штабі стверджують, що вони отримують інформацію з різних блоків І зможуть быстро сконцентрувати свої зусилля саме на цьому напрямку Люди налаштовані захищати Майдан А достатньо експресо дозволить захистувати будь-які порушення, які під цей час будуть убиватися Підійди до зараз Так само батюшка пояснює військовим Я велика надія, що військові, що мілціянці не почнуть Дякую за перегляд! 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 Сокой перегляд! Дякую за перегляд! Народ сезоно ездит, пешки идуть. Бачите, маршрутки ездят. Там ездят маршрутки. И можно дистать. Ну, можно через Льва Толстого еще пойти. На Льва Толстого не перекрили? Не знаю, за ким. Не. Пересадки все перекрили. Пересадки все перекрили? Всі. Ну, народ, сезоно можно дистать за пешки. Я хотел до Лісової добраться. Так. До ехати до Броварів. Але дорожа закрыта. Ну, блокируют. Ви бачите, блокируют, нам кладуть сайт. У меня программа айтішникам допомогти, підтримувати трансляцію. Чому що нам час і час кладуть сайт. Думаю, дійсно, цілодобово ведем трансляцію. І вони блокують. Все канонари! Все канонари! Все канонари! Так, все кричали за суми. Все канонари! Все канонари! Мініція з народом! Мініція з народом! Мужарам Пачупавичам! Милиция с народом! Милиция с народом! Аминьке с уродом! Мужарам с уродом! Милиция с народом! Милиция с народом! Слава Украине! Слава Украине! Девчата, говорит нам народ, что хлопцы надо чаем нагутывать, чтобы они стали добрее для нас. Если вы можете принести чаю, то чаю дайте им. Команду далек, не занимайтесь, пожалуйста. Ничего страшного. Один далеком команду. Целуйте, никто добрее. Не, хлопцы нормальные, вы даремно так думаете на них. Чаю про зойброди просять. Аминька с уродом! Милиция с народом! Ось, вы видите, хлопцы тоже блокируют, чтобы они появились. Вы защищаете милицию? Да. А где провокаторы? Мужарам с уродом! Они хотят провокироваться, бить милицию, чтобы тут была бейка, чтобы были в надзвичайный стан. Правильно? А кто-то вас организовал или вы сами организовали? Нет. У вас нет командира, которые говорят, что делать? Нет. Вы даже не знакомы. Эти хлопцы не знакомы, но они вместе соорганизировались и смогли тут... Слушайте, мы сами защищаем свою милицию. Они не хотят нас защищать, а мы их будем защищать. Чтоб не были такие бандиты. В 30 числа было наших детей. Вы знаете этого человека? Нет. Это я наклейку нашла. А по телевизору показывал. Прямить трансляции. Если вы знаете этого человека, который тут скажет, за 500 долларов вы у наших студентов, то, пожалуйста, у него есть семья, у него есть дети. Я считаю, что это несправедливо будет, что его дети узнают, кто их тято. Я считаю, что дети должны знать, и мамы должны знать, кто их сын. Нехай батареи и дети говорят с такими батьками. А мы должны знать их обличие. Поэтому милиция, которая не боится, она открывает обличие. Что не вызвали меня из этого радио? Из этого радио поделали шоу, и побегли милиционеры, и беркутеры побегли штурмовать. На КМДА? На КМДА. Все, идемо до КМДА. Народ передает, что нам нужно идти до КМДА. Ну что ж, идемо. Подождите, какая тут каша. У нас ноги все мокрые. Да, ноги, в основном, у них абсолютно мокрые. Молодые парни защищают милицию от провокации, потому что прекрасно понимают, что может быть провокация, и будут кидаться на них. Это двое людей, которые в нетверазном состоянии чему-то ходят и не хотят почувствовать, что они просили. Вот, пожалуйста, людей, которые в нетверазном состоянии, обходите их. Забирайте их зрителя. Да? Вы знаете, очень классная была идея, что на Майдане должен быть сухой закон. Это очень правильно. Люди, которые приходят пьяные сюда, а они несвыдомы, а просто их накачивают, чтобы они тут совершили провокации. Так, идемо до КМДА. Ну, а вы знаете, мы должны показать, какие у нас разные люди. И хворые бабушки, и адекватные парни, которые самоорганизовываются. Вы видите, как быстро стали, не знающи одного, вцепились за руки, чтобы не допустить провокации до милиции. Вот это вы таки видели. Самоорганизация, до речи, фантастическая. Люди, не знающи одни одного, по суті, дают за мережевыми, мережевыми, это же мережевая структура, горизонтальні звездки. Это пресса. Вот, если вы видите в таком железе, то это наши коллеги. Найдите провокатора. Ну, вы знаете, я вам расскажу вчера, как голос провокатора у нас на студентском, біля Стелли. Значит, пришел хлопец, ну, дядько, с партією, с прапором Батьківщины. И стоит, и махает перед студентами цим прапором Батьківщины. Хотя при том, и была домовлена щитка з партійцами, что біля Стелли, это громадский сектор, там есть студенты, нет никаких прапоров, потому что они хотят стоять без прапоров. Нормально абсолютно адекватное желание молодых показать, что они стоят не под прапорами, что они не політичной масокой. Тому все громады, громадские организации, студентство, они идут на Стелли и стоять біля Стелли. Так вот стоит человек с прапором, до него подошло несколько студентов, абсолютно мирно просить забрати прапор. Пошли больше студентов, начали просить его забрати прапор. Ну довелося мне пойти в штаб Бюту и попросить забрати цего человека. Он утверждал, что он отбил, то Бютю сказал, что он не их. Они его мирно привели, но он реально стоял и провокировал студентов на бейку. Потому что сейчас нужно очень заместить имидж студентов, показать, что они неадекватные, что они воевничные. И поэтому есть такие провокаторы. Стоял, ухмелился, ясно, что этот парень заплатил деньги. Он готов был отримать кильком по голове, чтобы сказать, постраждать за эту идею. Вот есть люди, я не знаю, как, ну неужели им там, сколько платят, 100, 200, 300 долларов. Неужели эти деньги, для которых нужно раздражать свою страну? Я, честно говоря, этого не понимаю. Неужели они не хотят жить в нормальной стране? Но, в принципе, люди разные. Так, идемо дальше. Видите, как ребята идут в медбрати. Значит, что мне не нравится Майдан, то каждый, кто считает, что нужно помочь чему-то, просто иде и помогает. Каким образом? Он просто берет на себя ту функцию, которую он считает необходимым, что он делает лучше, то он и берет. Я считаю, что это лучший способ самоорганизации. Не нужно командирования, не нужно ждать, пока тебе дадут наказ, сделать что-то. Ну, хочешь быть медбратом, вот здесь. Берешь медикаменты, и идешь быть с братом. Хочешь, так как те парни, можно истать в охорону, его мчапливаешься, и стаешь в охорону. Тобто ты делаешь то, что тебе, а, подобается, то, что ты делаешь профессионально, то, что нужно делать в данную секунду. Так, что у нас тут происходит под КМДА? Под КМДА у нас тут стоят люди. Мы сейчас пойдем в середину и посмотрим, что там есть. О! Видите, в таких красках, как мы. А мы тоже с такой краской. Идем в КМДА. Что у нас тут в КМДА? Силодобовый прием народных депутатов. О! 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 Мы здесь поделим парнем доме. Дгояне убираем либо в КМДА. Да! О! 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 Вахту через несколько часов я пойду в одежду. Дальше взуття. Это уже совсем мокрое. Вот теплый одежда. Давайте спросим. Несу теплый одежда? Вистачает теплый одежда всем? Несу, говорю, теплый одежда? Несу. Дуже много несу. Но его не вистачает, потому что мокро. И люди промокают. Гриются около огня. Подгорают. Зачепившись за боку, разрывается. И вот дизайн вдруг, либо и много, но его не хватает. Так, у нас появится 15678 людей. Что бы вы им сказали? Я бы им сказала, что я очень боюсь того, что люди не слышат, что это последний бой, потому что за нами Москва. Да, за нами Москва. Что это последний бой. Кто видит, кто кому-то скажет. Все должны стать маленькие, старенькие и не дать оператор. Потому что если Москва уже завела сюда каких-то друзей в наших лапках, то это не до добра. Я понимаю. Доброе. Я думаю, что нам кияни допоможут. И не только кияни, и будет теплый одяг. Думаю, у вас есть в загашниках этот одяг, который вы не носите, а который уже не нужен. Я думаю, что он тут больше будет нужен. Сколько нам этого одягу нужно, Господи, для жизни? Вот у нас, видите, какие у нас тут склады. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Я думаю, что народные депутаты цілодобового принимания. Где они тут? Доброе утро. Мы идем в зал, видим сюда народные депутаты. Можете какие-то, кто в очи, нохтувал, они сплять просто так, а они сплять, Дивимся, что происходит в Киевраге, Я вам хочу показать, как люди пиарятся, как эти люди Не маючи проти никого, но я считаю, что если бы не было прапоров и люди не занимались самопиаром, это бы позволило поднять большую часть общества Ну, все равно, вы все равно выходите, потому что мы стоим не для политики, а для себя Так, димусь, реестрация рефлюционеров, а тут, смотрите, у нас есть реестрация добровольцев Ибаска, много рееструешься в добровольцевую охорону? Зараз реестрация прекратена, я думаю, не знаю, сейчас Зараз просто идет про реестрация Зараз не рееструймо новых людей, что попадковых людей, но сейчас нужно было Почекайте, позже будет реестрация, потому что на первом поверхности еще есть одна реестрация Здесь пока не ведется И заспокоить Сейчас ты уже едешь, хоть просто треба А Ярик? Есть, есть, есть Ну, я на связи, я сейчас попробую позвонить Руслану и с ней договориться Давай Так, я могу сейчас связаться с Русланой, потому что она должна связаться с ее студентами И с общественными активистами, которые сейчас тут хотят организоваться И, наконец, быть самостоятельной силой Сейчас я ей могу позвонить, если она не возьми на слуховку Я думаю, что она сейчас спит, потому что она всю ночь провела на сцене Алло, Русланочка, привет Так, если это не Руслану, то Руслана сегодня на вторую годину договорилась с студентами с домашним активом На встрече, они же ее сейчас ждут А я так понимаю, что она сейчас спит Подсыпается, так? Какой канал? Фильм и ТВ Меня зовут Богдана Мы сегодня должны организовать встречу Русланой с общественными активистами и студентами Они ее реально ждут Вот Если она покинется, то перекажите ей, пожалуйста, чтобы она связалась с мной или с Ольгой Потому что они ее реально ждут И думаем, как координаты идут дальше Добренько Все, дякую Дякую Так, коротко поясню ситуацию Если вы уже слышали то, что я говорила в эфире Справа в том, что сейчас Виникла идея Что мы должны организовать Громадские активисты и студенты Можут организовать и, наконец, выступить единым фронтом Что имеется на увазе? Сейчас до Азарова Пошли какие-то студенты Домовляться с Азаровым Про перемоги На данный момент Они стоят за свои идеи Я его очень прошу сейчас Я его очень прошу сейчас Никто не смотрит на то, что журналист или не журналист Я знаю, что поляк Когда была зачистка на Майдане Он кричал, что я пресса Я пресса Но ему полностью все обличчя Звертаючи на увагу, что он пресса Или не пресса Ну что, Бодон, у нас есть параллель Где мой яблочко? Бери Мой коллега принес яблоко Каску белую принес, которую собрали Ой, слушай, как классно Это тоже очень жамурно Я очень благодарна за белую каску У меня просто кто-то разобрал мою каску Я к ним хлопцам Я к ним хлопцам и забрал мою каску Дякую, гадаю сюда Мельеев Фарма яскрава Я боюсь Я не сама До меня поднялся коллега Мы будем сейчас разом ходить и коментировать Так вот? Ага А правда классно? Да Это Богдан Богдан Пупняк Входи в сообщество Самого заснувания До речи, меня часто питают, что такое сообщество Как вы организуетесь Это организация волонтерская Мы запроцуем безкоштовно Кушают куда-то на длинкин Алло, я перекошу меня на прямой трансляции Что вы хотите? Как вы хотите это Супер Супер Кушать И русует этот процесс. И русские активисты, которые хотят создать коллегиальный орган, чтобы он предоставлял интересы Евромайдана. Те люди, которые были здесь в первую очередь, которые активно работают, люди, за которыми есть реальность культура, а не фейковые организации. Они сейчас координуют свои действия для того, чтобы сначала... А, первое завдание. Они смогли бороться креативно, бороться с этим режимом. Другое завдание, которое мы уже позволяем, это все. Розбудовывать страну. Тобто, эти люди, автоматические активисты и студенты, должны стать ее сыном и пробовать эту страну. Тобто, эти люди с свежими идеями. Эти люди имеют совсем другие ценности. Ну и, наконец, этим людям доверяешь общество. Ну, они сейчас гуртуются. Мы, естественно, будем показывать, что это за обличие, что это за люди. Потому что мы заинтересованы, чтобы громадянскому естественно выключалось. Это наша визия по нашему стриму бачу. Ну, идем дальше, посмотрим, что у нас происходит. Повторяйте. 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 Повторяйте, можете передавать информацию? Повторяйте, люди, которые едут, хай обовязково собою берут перчатки и шкарпетки. Это то, что расходится моментально и чего катастрофично не хватает. Чули, народ? Пальчатки, шкарпетки – это золотой товар тут. Его с удовольствием берут. Если вы хотите чему-то допомогать, то пальчатки, шкарпетки, ну а студентам шоколаду до чаю. Народ, я на такие комментарии не обратил внимания, потому что человек, который желает чего-то злого, то есть личные проблемы. Я все равно буду делать свою работу, хто б сам что не сказал. И вам дякую. Ну, нема в нас ресурсов банити цих троллей, тому пробуйте их або игнорувати, або банити самих. Люди, найкраще не звертати увагу, потому что вы же знаете, что задание для тролля – что? Перевести разговору в инше русло, посварити, и он за это отримает гроши. Ну люди по-різному заробляют гроши, и каждый выбирает, каким образом он будет зарабатывать гроши. Ну, если люди захочут себя таким образом, то есть такая справа. Космос все видит. На жаль, депутаты мы не знали, мы думаем, что они сейчас где-то на блокаде, но пока что их не видят. Эдик, я в КМДА. Где? Все, иду, иду, иду. Мои коллеги кажут, что там что-то такое воздействие, что там что-то интересное, а мы сейчас с ними поднимемся. Кажут, что какие-то такие концерты организовали. О, сейчас мы поднимемся, что там біля КМДА. Все, мы выходим из КМДА. Идем. О, смотрите. А люди концерты организовывают. Смотрите, как классно. Кажется, ребята. Вышли из народа. Еще сфотразы. И все с игроном смотрятся. Ну, мы тоже поднимемся. Мы видим вас вся Украина и Торонто. Хлопцы, вам тут скажут, что делайте дальше, потому что очень интересно слушать вас. Показывайте. Командир трактороты. Вы какие-то маленькие? Нет, я говорю, кто здесь? Командир трактороты. Так я иду. Вот так вот, интригодованный концерт. Не, ну, наша Муласть, наша громадянская тут, наши музыканты. Это называется арт-портез. Я бы, я вот, я тоже зумей, жут роли. Сейчас убежимуть. Болезни мудят, юродки выехут. Зачем дышать топлем, когда есть схемы? В практике помыть всегда было достаточно. На покупателя найдется продавец, когда оплачено. Эй, иди люби, совсем уж замечательно. В детском саду найдется замечательное. Самое-самое яркое зажется в маленькой улыбке. Зайчиком весенним, да по всем оконце. С дыхом золотистым разольется солнце. А мы-самое яркое зажется в маленькой улыбке. Зайчиком весенним, да по всем оконце. С дыхом золотистым разольется солнце. Цвета синие, фиолетовый лет. С дыхом золотистым разольется солнце. Я клювам тоже на швитрему. С дыхом золотистым разольется по полу, Мы сняли дорогу стилю. Я за дремом не в Украине. Украинский, украинский, русский. Украинский, это наша. Мы по лингу, потому что я показываю русский, украинский. Народ, украинский, украинский. Самое сильное еще, а сейчас артисты нас не тревают. Это музыканты, это очень странная страна. Я считаю, что ничего плохого нет в том, что мы сейчас будем знать этих музыкантов, этих поэтов, этих художников. Мы их не знаем. Они не показывают телебачки. Они показывают телебачки. Они показывают телебачки. Мы хотим видеть...